всем привет ждем пока сейчас народ подтянется приветик приветик давайте сейчас минуты 35 минут посидим подождем и потом что не против мне тут даже кофе да 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 сейчас я звук погромче сделаю как звук как освещенность все нормально все отлично нам картинки не важно мы показывать ничего не будем ну да сегодня с утра мне написала миллион людей о том что в новостях написали что россия закрыла танзанию а я сейчас танзании что значит закрыла но вот это журналисты русские так балуются ну типа смотришь в окно а вдоль границы везде танки стоят закрыла с апреля нет прямых рейсов и принято решение о том что их пока ставить не будут вот как бы в этом выражается закрытость вот но видите журналисты все приворачивают и написали что с сегодняшнего дня россия закрыла танзанию и там еще кучу стран гонконг великобританию что-то еще вот как закрыла почему закрыла непонятно но люди на панике особенно который здесь данный момент отдыхает они решили что их обратно уже не пустят вот так ребята напишите пожалуйста нас слышно нормально видно ребята что у нас со звуком так пока непонятно сейчас пусть еще подсоберется народ нормально пишут со звуком да все хорошо слышно и видно отлично так тогда начинаем значит давайте я представлюсь и представлю своего собеседника я не смог константин владелец компании synergems я ни в коем случае не профессиональный геймолог я джеймс кантер то есть человек который по всему миру летает и добывает ищет всякие камни да сейчас окно прикроем это шумно так так лучше открывается все равно свежий воздух не ладно черт с ним вот мой собеседник бараник павел евгеньевич владелец лаборатории мгл правильно правильно московская московская гемологическая лаборатория да все верно расскажите пожалуйста немножко про себя образование опыт чем занимались чем занимаетесь и про лабораторию потому что многие вообще ничего про нее не знают когда открыли сколько она существует и вот как бы всякое такое среди моего образование есть образование гемологического института америки то есть у меня есть вот но это уже как бы второе образование по первому образованию я романтик я инженер-океанолог о круто очень да вот ну по своей специальности я так ни одного дня не проработал с детства любовь к камням в принципе ну и драгоценным уже как впоследствии она привела к тому что как бы мой жизненный опыт и жизненный путь он с этим связан так по поводу открытие гемологической лаборатории то это достаточно длинная история хотел ее в свое время открыть совместно с какими-нибудь брендами такими знаменитыми вот как джаэй ну они меня сразу быстренько послали потом были были разные другие лаборатории и был гемологический институт Таиланда и СССФ было и общались и с Перетти с ДжРС ну как бы всем это было неинтересно ехать в Россию и давать свое имя вдруг под это имя начнут здесь что-нибудь выдавать договорившись ну да 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 вот и поэтому уже собственно говоря в начале нулевых было принято решение о том что надо создавать выращивать собственно говоря уже свой свой бренд вот так уже более десяти лет работает московская гемологическая лаборатория у нас зарегистрированный товарный знак наверное это единственный в России больше ни у кого товарного знака такого не зарегистрировано вот оборудование которое у нас присутствует это наверное из того что есть сейчас на рынке одно из лучших ну конечно не столько денег было вкладывалось как в гемологический институт Таиланда когда правительство Таиланда непосредственно финансирует ты заходишь у них там целый этаж да 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 их не поскребит целый этаж у них там аналитическую какое-то там оборудование стоимость которого миллионы долларов вот понятно что даже те деньги которые здесь у нас вложены в лабораторию это сотни тысяч евро ну я когда ты считал я остановился на цифре там четыреста двадцать восемь тысяч евро мне было вложено поняло все потом уже со счета сбились да дальше считать не буду потому как проект получается не столько коммерческий сколько такой знаете как эмоциональный эмоциональный с точки зрения что-то оставить после себя внести какую-то свою репту ну вот хобби которое со временем переросло в бизнес но при этом все еще остается хобби любимым делом любимым делом так я хочу сказать что вы закончили да я хочу сказать что мы не зря сегодня общаемся потому что лаборатория мной проверено уже много раз да я у вас делал десятки сертификатов на свои камни каким образом проверено я делаю сертификат на шри-ланге какой-то местечковая лаборатория да потом я отправляю например GRS в бангкок делаю там и передаю вам делаю у вас и во всех трех сертификатах написано одно и то же но это говорит о том что действительно оборудование у вас на высоком уровне и ну какой-то отсебятины вы там не пишете как будто меня это очень серьезный показатель вот более того к вам попадали мои довольно сложные камни которые другие специалисты такие типа ну мы не знаем это он или не он у вас был мой такой крупный черный бриллиант возможно он даже к вам в руки попадал на который некоторые подумали что это что-то поддельное но в конце концов оказалось что он натуральный и у меня есть сертификат именно от вас вот за это вам большая благодарность я считаю что в России практически полностью отсутствует культура хождения в гемологическую лабораторию ее практически нету да у населения и это очень важно потому что это порождает огромное количество торговли подделками просто вот громадных масштабах по телевизору по центральным каналам в интернете в магазинах везде продают подделки имитации да кто-то говорит что это гидротермальные но опять же не объясняя что это такое то есть на вопрос не знающего человека а гидротермальные натуральные говорят конечно натуральные вот на вопрос ну я лично просто иногда захожу в магазины с проверками в России когда бывают там да но вопрос а в каком регионе он добыт говорят ну если честно я не знаю если хотите я позвоню у начальника спрошу гидротермальный изумруд они не знают в каком районе добыт вплоть до того что просто открыто обманывают синтетику стекляшки выдают из натуральной камни зная что 99.99 процентов покупателей никогда не пойдут с камнем в лабораторию да почему такой культуры в России просто нету во первых существует огромное количество мифов вот часть из них мы сегодня будем обсуждать это очень важно да значит мне ну от пяти до двадцати наверное сообщений в день от подписчиков приходит что привет у меня от бабушки остался там какой-нибудь вот перстень с розовым таким рубином длинненьким овальным я хотел бы сделать на него сертификат но я знаю что если я пойду в лабораторию первое камень обязательно подменят вот давайте обсудим этот вопрос что как только что там получается что у вас в лаборатории вообще в любой мировой лаборатории сидит специалист у которого в столе уже изготовлены значит эти подмены он такой так розовый рубин ага вот поставил написал сертификат что это синтетика следующий да вот давайте объясним ситуацию раскроем в этом моменте ну давайте значит смотрите то что мы делаем мы конечно делаем в поле нашего законодательства сама по себе вот эта подмена это уже уголовно наказуемое некое мероприятие да на которое эксперт ну не знаю там уж если он и готов на это пойти ну так тогда надо считать что любой другой тогда человек да который например готов совершить какое-то другое там злодеяние вот как то надо от этого там быть защищенным ну никак не защитишься от того который какие-то там злодеяния у себя там в голове вынашивает по поводу да непосредственно лаборатории конечно же мы отбираем туда лучших из лучших и смотрим и по компетенции и по деловым характеристикам и вообще по человеческим характеристикам и конечно все то что у нас происходит это все происходит под камерами это непосредственно ответственность двойная и ответственность лаборатории и персональная ответственность каждого кто берет в руки этот камень поэтому сказать о том что возможно ли подменить камень это что значит это мы значит взяли и тут же за какой-то промежуток времени достаточно малый точно такой же материал такой огранили да огранили с такими же скажем так характеристиками по цвету по качеству по геометрии и выдали его назад типа возьмите заберите вашу синтетику да присвоив себе ну мы в рамках российского законодательства работаем и в принципе за годы не было такого ни одного вопроса я тоже никогда о таком не слышал но видите народная мама существует она прям настолько глубоко серьезно сидит в российской культуре что ну спорить как бы совершенно бесполезно поэтому мы с вами сделали этот прямой эфир то есть сотрудники несут уголовную ответственность которая она основана на законодательстве конституции российской федерации это очень важно второй момент человек который вложил я думаю что под миллион евро в оборудование которое он регулярно меняет да скажем так заниматься такими что под миллион нет под миллион не собралось я вот там под половинку наверное хорошо даже полмиллиона не важно полмиллиона евро да заниматься подменой каких-то камней у населения но это как-то довольно такой так себе бизнес план странный я думаю что скорее всего из девяностых эта легенда пришла когда возможно возможно в девяностые какие-то ювелиры занимались подменой например там влиянтов да возможно я у меня например тоже у меня такого опыта нет чтобы отдал лабораторию одно а тебе выдали совсем другое и я никогда о таком не слышал вообще вот отсюда следующий вопрос который тоже постоянно мне пишут об этом мне пишут я там купил нашел мне подарили такой-то камень я пошел показал ювелиру и ювелир сказал следующее вот вопрос можем ли мы ювелиры рассматривать как специалисты гемолога и эксперта ой это такой такой частые вопросы вот вы знаете как уже как больной мозоль вот да когда люди приезжают на сервис автомобиля там им шины меняют там летнюю на зимнюю зимнюю на летнюю мы что к этому человеку будем приставать с вопросами а вообще стоит ли покупать этот автомобиль может какой-то лучше есть никогда в жизни такой мысли не придет или же мы будем да или уже будем у того кто меняет колодки спрашивать о том как нам сделать например там апгрейд двигателя как-нибудь там зарядить машину чтобы она там лучше ездила ну тоже нет хотя и те и те работают в сфере автобизнеса точно так же еще хороший пример можно консультироваться например по двигателю по устройству двигателя по ремонту двигателя на автомойке вот примерно так же будет то есть примерно так же да мы ни в коем случае недооцениваем работу ювелиров но по сути ювелир это человек которого учили работать с цветными металлами плавить их паять полировать и все остальное насколько я знаю в россии я просто в россии не живу 20 лет больше 20 лет но насколько я знаю в россии какие-то систему образования ювелиров гемология как таковая в глубоком ее состоянии в широком она не входит в принципе она им не нужна естественно вот то есть это люди которые не должны разбираться в камнях если вам ювелир о чем-то говорит это в принципе частное мнение такое частное мнение как вашего соседа или друга по работе там коллеги например да может не совсем так может не совсем так потому что ювелир он все-таки имеет дело с камнями потому что он их в руках держит частенько да но в его компетенции входят такие вещи например как художественный дизайн или как там тонкость работы потому что есть же ювелиры действительно да есть buained удители и паятел die ну да я в том что фактически мнение ювелиры это только мнение мы принимаем к рассмотрению только документ документ это сертификат это не чек из магазина это не мнение ювелиры это сертификат из лаборатории я бы сделал поправочку я бы сделал поправочку потому что есть два типа документов это сертификат и экспертное заключения А в чем разница? Расскажите, пожалуйста. Дело в том, что сертифицировать мы можем только бриллианты и изумруды. А про все это есть определенный документальный процесс и есть определенные, скажем так, типы, тип документов. При помощи этого типа документов и при помощи индивидуальной упаковки мы, собственно говоря, драгоценный камень, мы можем его вывести в, так сказать, в свободное плавание, в продажу без оправы. Но тогда он должен быть сопровожден сертификатом и должен иметь индивидуальную упаковку. Это касается исключительно только изумрудов и бриллиантов. А все остальное, все, что проходит, это у нас экспертное заключение. То есть мы продаем мнение лаборатории. Да, да, да. Насколько оно будет вам интересно, решать вам. То есть, конечно же, это опыт и это уважение, это рейтинг, который зарабатывается годами, а может быть в одно момент так раз и все, и пропал. Да, поэтому мы его выращиваем как тоненький-тоненький нежный росточек, оберегая от всех ветров, жары и холода. Да, это важно. Вот, отсюда следующий вопрос, да, или мнение, да, что знаем мы ваши сертификаты или экспертное заключение, неважно. То есть я понимаю, что по сути это одна и та же вещь, немножко по-разному называется, потому что закон в России такой, да. А знаем мы ваши сертификаты, можно немножко доплатить и напишут, что скажешь. Вот как бы отсюда проистекает этот вопрос, что репутация и финансовые вложения и годы практики, они намного важнее, чем какие-то суммы, которые тебе теоретически могут предложить или заплатить. Опять же, я никогда не слышал историй, чтобы кто-то мог договориться в какой-то серьезной лаборатории. Если на Шиланке есть типа а-ля в ковытьках такие лаборатории, где на первом этаже магазинчик, где продают синтетику и заливку стеклом, а на втором этаже у его родного брата лаборатория. И они вместе на принтере печатают сертификаты. Тут все понятно, да. В других лабораториях как бы мирового уровня, ну я не слышал никогда, чтобы кто-то пошел и так вот взял и договорился. Более того, там в принципе возможности нет такой вообще, как бы вступить в какой-то подобный диалог. Потому что везде камеры, везде свидетели и, ну опять же, это, насколько я понимаю, это уголовное деяние. Давайте будем рассматривать тут сразу два вопроса. Первый вопрос. Идет ли лаборатория на обсуждение с участниками рынка? И возможно ли за деньги замотивировать сотрудников выписать нечто другое, нежели то, что они считают в пользу, собственно говоря, участников? Да, 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 да. Это важно, да. Давайте, давайте со второго начнем. Причем хотелось бы мне увидеть в глаза хотя бы одного человека, который за эти долгие годы может сказать о том, что он договорился в Московской гемологической лаборатории. Вот просто хочу увидеть. Таких не существует. Хочу увидеть его глаза. Таких нету, но все говорят, что я знаю, что договориться можно. На предложение, ну пойди договорись, причем это говорят про GRS, про любую лабораторию, про МГУ, про МГЛ, про ГИА. Вот. На предложение пойди договорись, ну все обычно сливаются. Ну, в принципе, я думаю, что тут как бы понятно все, что вот это невозможно, просто люди не пробовали это сделать. Так. До меня, до меня долетали разного рода, ну скажем так, какие-то там тезисы и информация. Я все-таки с середины 90-х в этом бизнесе, да, я там тоже прошел, как говорят, и Крым, и Рын, да, и я много слышал разных историй от тех людей, которым я доверяю, о том, что они там вступали в переговоры и за какие-то суммы они решали вопрос с повышением характеристик. Особенно, если там речь идет о бриллиантах, особенно, если речь идет по поводу там не жесткого повышения там на один цвет по качеству, на один по цвету. Я таких историй из нашей московской, грубо говоря, я их слышал, знаю. Я не буду говорить про те лаборатории, на которых эта тень падала. Ну, не надо, не про это. Я просто еще раз хотел сказать, покажите мне хотя бы одного, который смог договориться у нас. Ну, это народный миф. Это народный миф, такой же, как про подмену. Да. Так, следующий очень важный вопрос, которым меня допекают все постоянно, что как только ты приносишь, значит, камень любой или любое изделие в лабораторию, ты сразу попадаешь на карандаш к товарищу полковнику. Потому что все сотрудники всех лабораторий тут же звонят в органы, если там что-то серьезное, за тобой сразу прям приезжают тебя под руки, оттуда вывозят. Если не серьезные, тебя просто ставят на учет, за тобой начинают следить. Как с этим у нас дела? Кость, ну, такой вопрос. Какой нормальный сотрудник будет работать больше, нежели от него просят? Ну, есть какие-то фанатики, наверное, но они как-то куда-то там делись уже давно. Нету у нас никаких требований от спецорганов, чтобы мы стояли и сторожили интересы этих спецорганов там по поимке. Мы оказываем услугу населению по своим компетенциям, определяем то, что они к нам принесли. Точка. И никакой дополнительной суеты, связанной с введением каких-то списков, каталогов, которые мы будем сверять, не знаю, там ФСБ или еще. Или спрашивать, а где ты этот камень взял? Да, и где ты этот камень взял? У нас услуга населению по вот конкретным вот таким вещам. Определяем на основании своих компетенций. Да. Так что такого не было. Я уж не знаю, как оно там в дальнейшем. Может, там все национализируют и не знаю. Обязательства, которые лежат перед лабораторией пробирной палаты, что там они внутри делают. Но мы же разговариваем про конкретно мою лабораторию. У нас такого не было и нет. И вот этой головной боли мы на себя брать не собираемся. Вот эти легенды прям очень глубоко пустили корни в национальном сознании. Мне прям рассказывали, что вот мне друг говорил, что я пошел, там рубин принес опять от бабушки. А мне говорят, где взял? Он говорит, бабушка отдала. Чем докажешь? Докажи, что от бабушки. Ну, в общем, и там тут же вызывает наряд. Это понятно все. Мне просто нужно от вас получить ответ, как от человека. Понимаете, когда я об этом рассказываю, что этого ничего нету. Ну, кто я такой? Вы непосредственно человек, который имеет к этому прямое отношение. Следующий вопрос. Действительно, я на него тоже не знаю ответ. Ответ. Если человек живет где-то в провинции, может ли он вам по почте отправить камень, вы его проверите, ему по почте обратно отправитесь сертификатом? Такое возможно? Да. Ответ – да. Можно. Для этого нужно что сделать? Связаться по контактам, которые у вас указаны на сайте, правильно? Конечно. Мы расскажем, как это сделать. Есть же у нас специализируемые организации, которые делают пересылку ценностей. Вопросов нет. Отлично, да. Супер. Потому что это решает кучу проблем. Мне люди годами пишут. Привет, я живу в Архангельске или там где-нибудь в Екатеринбурге. В Москве не бываю. Что мне делать с моими драгоценностями, которые достались там? Да. Тут, знаете, какой вопрос, который мы у себя еще не реализовали, но раз такие они возникают, мысли у людей, мы, наверное, реализуем. То есть нужно, скорее всего, будет делать, скажем так, нам присылали неоднократно. И мы тоже у себя получаем на свой адрес, почтовые, юридические, они у нас совпадают. Открываем, смотрим, делаем свое мнение, оформляем его письменно, упаковываем, отправляем. Но чтобы люди не переживали, нам, наверное, ввести такую услугу, вскрытие вот этой вот бандероли или посылочки под камеру. Чтобы непосредственно была ровненькая такая цепочка о том, что вот чик, открыли, чик, достали, чик, показали, чик, замерили, чик, определили. И хотя бы вот эти вводные, которые есть на входе, да, то есть цвет, вес, геометрия, хотя бы они, чтобы были. Зафиксированы, да. Это важно. Хотя вот здесь, вот здесь я сразу же сделаю такую ремарочку, что самые дорогие камни, которые у нас встречаются, это, конечно же, бриллианты. Ну, вот. А вот по бриллиантам, по бриллиантам, у нас есть вообще уникальная система JamPrint, которой в России-то больше ни у кого и нету. Алроса, что-то вокруг нее там ходило-ходило, но они так и не купили ее себе. То есть какую-то там партию, которой необходимо было делать инвестиционных камней, они тоже у нас заказывали. Вот. В чем заключается эта система? Эта система наших партнеров с Нью-Йорка, это пятая, угол 47-й стрит, в Diamond Building, где там работает такая компания, Diamond ID. Вот. И они выпустили этот прибор. Что это происходит, как это происходит? То есть лазер, лазер лучами под определенным углом освечивает этот бриллиант. И в зависимости от его геометрии, от его включений, выдается картинка бликов. Вот это лазерная голограмма самих бликов. Компьютер ее считывает, считывает и у себя фиксирует. Этот процесс занимает там буквально минуту с чем-то. И мы всегда это делаем на входе. Таких, таких показателей больше ни у одного камня на планете не существует. Получается, как отпечаток пальца, по сути. Да, это есть как отпечаток пальца. То есть вот это то, что мы делаем, вообще никто не делает. Поэтому нам несложно определить, камень был ли он у нас до того. Например, два года назад, три года назад. Первое, что мы делаем, мы его раз на джимпринт. А он у нас в апреле 19-го года уже был. Характерики у него были поставлены такие-то. Вот все, пожалуйста. Ни у одной другой лаборатории на сегодняшний день в России такого нет. Ну вот я слышал про эту систему, но даже не знал, что в России, оказывается, это и есть. Это, конечно, очень круто. И тут после этого вести какие-то разговоры о подмене, но тоже довольно глупо. И это, в принципе, невозможно. Так, давайте следующий вопрос. Вы извините, что я задаю очень часто смешные вопросы. Потому что мы обсуждаем как раз наиболее часто задаваемые от населения вопросы. Ответы многие люди. Я знаю, да. Ну, как бы вопрос такой. Вот человек вам принес, дал камень. И кто-то из ваших сотрудников его поцарапал, уронил там скольчик получился, какие-то повреждения. В этом случае что мы делаем? Кто несет ответственность? Возможно ли вообще такое, чтобы повредили камень? И вот, как бы, такой вопрос. Ну, опять же, есть некая статистика по тому времени, как мы работаем. Такого не было ни разу. Это у нас. Второе. Когда владелец камня, да, или ответственное лицо передает этот нам камень для исследования, мы подписываем договор на ответственное хранение. В соответствии с этим договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, мы несем полную ответственность за все то, что будет происходить с этим камнем, его порча, его кража, его и какие-то другие еще там, не знаю, там, повреждения, связанные там с чем угодно. Они лежат полностью юридически на нашей стороне. И все вопросы решаются в рамках законодательства Российской Федерации. Вот, ну, как бы, на самом деле, да, нужно подчеркнуть, что если у тебя подготовлено рабочее место, ты не где-то на ходу, на бегу и на весу это делаешь, то повредить камень невозможно. Да, да, то есть повредить камень невозможно. Ну, это надо по нему просто убить молотком там или, не знаю, напильником его там, значит, обрабатывать. Вот, если у тебя, ты готов, ты специалист, у тебя правильно оборудовано рабочее место, да? Так, следующий вопрос. Сколько методов примерно вы используете для определения одного камня? Спрашивают, например, это вот сапфир синий, да? Синий сапфир? Смотрите, ну, мы, наверное, тогда не берем или берем все-таки такие параметры, как вес и геометрия, да? Ну, они простые. Мы можем брать все, можно брать все. Сколько методов и можно коротко про какие-то из них рассказать, потому что многие думают, что мы как-то это делаем, определяем на глаз. Вот посмотрели в лупу, ага, это синий сапфир, все. Ну, примерно так это, по мнению обывателя, часто выглядит. Я бы добавил к обычным, скажем так, расхожим мнениям, те, которые существуют. Ну, наверное, понятно о том, что мы его берем на весы, взвесили. Является ли это характеристикой камня? Ну, безусловно. Мы его берем и делаем замеры полностью всю геометрию, да? Является ли это какими-то его отличительными, ну, или там другими характеристиками? Ну, безусловно. Является ли мнение эксперта, который рассматривает его под лупу, ищет какие-то следы зоны роста, какие-нибудь другие включения? Является ли это там характеристикой? Да, безусловно. Является ли характеристика цвета, которую мы сравниваем с эталонами нужной и важной для камня? Конечно же, это тоже. Но существуют другие методы, которые они, во-первых, не под силу обычным экспертам-гемологам доморощенным. Ну, про ювелиров я вообще, давайте, не будем вспоминать. Вот, это так называемые спектрометры. Это, собственно говоря, что мы применяем? Да, это ИК-спектрометрию в инфракрасном спектре, и применяем спектрометры видимого спектра, и применяем еще рамовскую спектрометрию. То есть, это вот эти три вида спектрометров, которые мы применяем, но наличие самих этих спектрометров, это еще не говорит о том, что мы что-то там четко сможем до 100% определить. То есть, без них, без них в принципе нет. Потому что, если сложные, если простая ситуация, простая, окей, можно я где-нибудь и на приске это все там посмотрел, а, ну, нормально, понеслась. Да, но если сложные случаи, то без спектрометров точно никак. Но их наличие еще не гарантирует успех, нужен опыт, нужна база данных, нужны компетентные сотрудники, которые читают эти спектры, потому как все и движется вперед. У нас есть тот, кто хочет вырастить и продать синтетику за матуру, потому как КПД в бизнесе велик. И у нас всегда есть те, которые хотят определить и не допустить такое на рынке. Ну, то есть, короче, мы с одной стороны баррикады. Развиваемся, читаем, делаем постоянный апгрейд, улучшаем программное обеспечение, улучшаем приборную базу. В общем, ловим вот тех, которые от нас хотят убежать. То есть, всегда используется несколько методов определения, и если все они дают один и тот же результат, мы можем сделать какое-то заключение. Да. Вот, это исключительно не бывает никогда, что вот один человек посмотрел в лопу и сказал, «Все, я про это когда-нибудь узнаю, давайте следующий». То есть, в этом случае ошибка исключена. Ошибка там, где работают люди. Теоретически, возможно. Но это надо, чтобы совпало какое-то прям количество. Вот здесь ошиблись, здесь ошиблись, здесь ошиблись, и тут не увидели. Тогда, наверное, вообще никто не увидит. Так, еще вопрос. Экспресс-тесты, которые часто используют в магазинах, которые используют ювелиры. Это вот такая штука похожа на, не знаю, на пенал, на ручку такую крупную. Да, там есть такая шкала. Да, я, я это самое. Ей тыкнет камень, она попискивает, и там люди что-то понимают и говорят, что «Вот, смотрите, у меня есть эта штука, и никаких лабораторий мне не нужно». Вот ювелиры часто так делают, говорят, «Смотри, вот видите, я ткнул, это у вас рубин, все, в лабораторию можно не идти, все хорошо». Тут, да, на рубины, я уж не знаю, такие. В основном, в основном было это «Даймонд-тестеры». Вот, они там по теплопроводности все это отмечали, но не знаю, степень точности, там, процентов 60. Ну, вот, согласен на 100%. Да, 50-60%. Если вы хотите рискнуть, у меня вот сейчас вот принесли как раз, это такая распространенная фирма. Да, 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 да. Вот, снимается, щупчиком, пэмс, пэмс, вот. Возможно, это как тест на входе. Ну, да. Мы же, когда приходим к доктору, он даже на входе тоже меряет температуру и пульс, давление. Ну, окей, дальше. Температура нет, пожалуйста, проходи лечебное заведение дальше. Здесь на входе не прошло. Ну, мы даже не применяем такие приборы, это просто как ну, как нечто. Ну, я сталкивался неоднократно. Там есть, конечно, они разные, разные поколения, но неоднократно сталкивался, что они показывают одно, в лаборатории потом пишут другое. Поэтому... Сейчас, да, сейчас в этом отношении индустрия, конечно, работает. Почему это важно? Практически все, и Джей, в том числе, как лидер этого рынка, все хотят уйти от мнения человека. Все. Придумывают разного рода калориметры, чтобы тот же самый цвет не опираться на глаз человека, да, потому как это все равно будет мнение субъективное какого-то эксперта, а он вчера поздно лег спать, а сегодня не выспался, или там что-нибудь еще какой-нибудь, там стресс у него был. А это все влияет на визуальное восприятие цветов. Я уж не говорю о том, что есть люди, у которых вообще проблема с восприятием цвета. Такие геологи не ведут. И все хотят уйти от мнения человека в пользу того, чтобы это делали машины и приборы. Ну, вот пока не получается, но с точки зрения, например, бриллиантов у нас есть среди наших прочих там экспресс-тестов. Есть новая презентация, когда еще в Гонконг был открыт, как тогда Джей делали презентацию своего прибора. Называется... А это самое, как он? Джей... ID100, что-то вот такое. Они уже на достаточно более таком высоком уровне тестируют. Ну, тоже, опять же, на входе. Оно не оно. Вот если не оно, просто не тратим на него время. А если это оно, то тогда уже начинаем углубляться, потому что дальше по продвижению и по изучению предмета может тоже оказаться, что это не оно, просто очень хорошо замаскированное. Потому как опять... Вернусь, индустрия идет вперед и возникает много методов, которые хотят замаскировать то ли иное там влияние и вмешательство человека. А еще вопрос, на который я тоже не знаю ответ. Меня он сильно интересует. У меня было много неприятных историй. Продаем дорогой камень. Ну, допустим, в Штаты, да? В Таиланде отношу один и тот же камень, GIA, GRS и третью какую-то лабораторию. И все пишут чуть-чуть разный вес и чуть-чуть разный размер. Почему так получается? Разный вес и разный размер? Да. Ух ты. Вот у меня на канале совсем недавно вышло видео, там Александрит в Бангкоке проверяли, там у меня GIA и GRS. Вес на соту или на две сотых карата отличается в разных сертификатах. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Я не знаю, Константин, с чем это связано, потому как наша цивилизация, она вроде как пользуется электрической системой, и у нас есть эталоны и веса, и эталоны размера, да? Да. И почему... То есть плохо откалиброванные приборы, получается так, да? Только так. Я других не вижу каких-то причин. Только плохо отклиброванные приборы. Вот. Потому что у меня были истории, когда люди видели такие сертификаты, или что, Константин, тут что-то не то, ты, походу, по дороге где-то камень повернул или поменял его. Почему разный вес? Что происходит? Ну, вот так и постоянно с этим. Опять же, насколько разный вес? Вот смотрите, если мы возьмем заключение, да, экспертные японских лабораторий, которых очень большое количество, то в Японии практически нет ни одного ювелирного изделия в магазине, которое бы не сопровождалось документальным подтверждением. Вот это правильно, да. И это правильно. Там идет замер до третьего знака после запятой. То есть там, если это карат запятая 0,3, то там будет карат 0,31 или там 0,32. То есть три знака после запятой у нас так не принято. Но почему нет? Если весы способны делать замеры до такой степени точности, наверное, тоже можно. Здесь еще, знаете, что влияет? Еще может влажность влиять в помещение. Она же тоже сильно там сказывается. Ну, когда 0,1 погрешность, а геометрия полностью совпадает, ну, конечно же, там... Да. Так. Многие просили рассказать про какие-нибудь истории, когда вам принесли камень, вы сказали, что он поддельный, вас стали обвинять в том, что вы его подменили. Было ли у вас такое когда-нибудь вообще? Ну, сумасшедших никто не отменял. Ну, это понятно. То есть, естественно, было. Они, да, они это самое, ходят, и у них тоже есть какие-то камни, они пытаются получить по поводу них какое-то там мнение. Конечно же, лучше не ювелир, а документ получить. Ну, и вот, ну, конечно же, такое бывает. Ну, не то, что нас обвинили, такие камни, они обычно не проходят даже приемку. Когда у нас, да, приемщик берет камень в руку и говорит, ну, вот как бы, а в чем, собственно, дальше вопрос? Да нет, это вот бриллиант, посмотрите. Да нет, ну, это не бриллиант. Да нет, это бриллиант, вы просто не понимаете. Да, 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 да. Все. Мы уже понимаем, кто напротив нас сидит, и здесь уже включается, скорее всего, специалист-психолог внутри, пересекциониста, который должен мягенько, мягенько выкладывать... Просто человеку, человеку очень тяжело поверить, что семейная реликвия не является семейной реликвией. У меня даже история была, знаете, в Таиланде ко мне в офис приносили русские туристы, привезли два или три рубина вот этих вот розовых, стандартных, бабушкиных. Я им сказал, что это синтетика, и они даже пытались на меня писать заявление в полицию, что я их почему-то как-то хочу обмануть, только непонятно как и зачем. Ну, вот какие-то такие истории есть. Ну, слушай, что ему, что с них взять? Да, всякие бывают люди. Следующий вопрос. Берете ли вы на сертификацию неогран, неограненные камни? На сертификацию нет. Определить, что это за минерал. Хорошо. Как происходит сертификация или вообще заключение, экспертиза кольца, в котором камень уже закреплен? Это сложнее, чем нежели он будет выкреплен. Естественно, надо понимать, что мы делаем какие-то там допуски. Мы в этом случае не можем, например, поставить точку по цвету. Хотя, в принципе, цвет и так не является точкой. Он является неким диапазоном. То в этом случае мы этот диапазон берем больше, потому как все равно человеческий глаз, он подвержен влиянию находящемуся поблизости к цвету, насыщенному цвету металла. То бишь, это там или желтый, или красноватый, или белый, или еще чего-то. Это влияние присутствует. И вот здесь, конечно же, ну это точно так же, как давайте вот вам померяем давление через свитер. Через тивогрейку. Да, ну теоретически можем, теоретически можем, но вам бы желательно раздеться. Нет, я как бы не раздеваюсь, это мой принцип. Вот как бы у меня вот такие условия. Сами вы раскрепкой камня не занимаетесь. То что? Сами вы камень не выкрепляете. Смотрите, тут вопрос, вопрос очень интересный, и он важный для конкретно заказчика, для владельца. Можем ли мы помочь ему определить с максимальной точностью, что у него есть? Да. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы камень был максимально раскреплен. Возьмем ли мы на себя ответственность выкреплять этот камень, потому что в процессе как раз выкрепки и есть самый большой риск что-нибудь сколоть. Нет. Да. Мы на себя это не берем, мы это оставляем на стороне заказчика. Но как мы ему можем помочь? Непосредственно рядышком с нашим помещением есть помещение ювелира, который уже много лет работает, сотрудничает, и для наших некоторых клиентов он вообще там делает какие-то там супер минимальные цены по выкрепке и по закрепке. Но это все равно отношение между человеком, хозяином, и каким-то ювелиром, который с нами не аффилирован. это отдельное ювелирическое лицо. Пожалуйста, не хотите у этого, хотя это удобно вот напротив, там 10 метров пройти, у своего. Хотите там еще у кого-то, у дяди Васи, дяди Пети, но это просто главное, что ответственность на вашей стороне. Тут вот пишут, синтетические камни и искусственные это разное. Вот так. Значит, еще вопрос, который многих интересует. Смотрите, очень часто получается так, что на один и тот же сапир, на одну и ту же шпинель, турмалин, неважно, даже бриллианты. Вот на Силанке сертификат мы сделали, потом сделали в Бангкоке, например, GIA или GRS, и потом сделали у вас. И там пишут везде разный цвет. Почему так получается? И тут же вторая часть вопроса. Например, я покупатель, я хочу, чтобы все три лаборатории написали мне цвет, например, папараджа. Вот, пишите ли вы цвет папараджа или не пишите? Если по мнению нашей лаборатории будет этот, камень, соответствовать этому цвету, значит, напишем. Если по нашему мнению не будет соответствовать, не напишем. Повлиять на это с внешней стороны невозможно, это будет только исключительно на мнении, коллективном мнении лаборатории. по поводу цветов, почему разные? Ну, давайте так. Почему, например, один из самых дорогих позиций для сапфиров, такой как Royal Blue, знаете, почему он в России не пользуется такой популярностью, как он, например, пользуется в Таиланде? Вот. Почему? Потому что в России намного меньше солнца. Солнце. Все. Солнце. У нас освещенность совсем другая, поэтому для конкретно России нужно брать еще во внимание те климатические условия, ту широту, да, на которой будет находиться владелец этого камня. И, конечно, здесь камни, которые более посветлее, они смотрятся гораздо более выигрышно. Да. Будет ли это влиять на то, какое заключение даст лаборатория, находящаяся в России, или на лаборатория, находящаяся в Нью-Йорке, или лаборатория, находящаяся в Бангкоке, или там, не знаю, там где еще. Ну, конечно, будет. Конечно, правильно ли мы предположим, я могу предположить, что в каждой лаборатории есть совершенно своя и часто очень независимая и несовпадающая шкала для оценки цветов. Совпадающая. Конечно, есть своя, обязательно своя, и опять же, не хочу хвастаться, а может и хочу, а может и хочу хвастаться. Дело в том, что мы сейчас единственные на рынке России, которые для себя прописали свои стандарты цвета, свои СТУ, которые ориентированы полностью на мировой рынок, как покупают и продают камни за рубежом. То есть никаких цифр цвет второй, качество третье, которое принято было у нас, они не прижились и по ним бизнес не происходит. Точно так же, как никто, точно так же, как все равняются на систему оценки Рапапорт, да, и никто не смотрит на прескуранты Гохрана. Кому они нужны, они меняются раз в три года или в четыре, а Рапапорт меняется, дай бог, каждую неделю. Поэтому, не знаю, будет ли видно или не видно, я сейчас попытаюсь вот так вот показать, вот есть такая шкала природных камней, в данном случае, в данном случае это непосредственно рубины, у нас есть такие же и на сапфиры, на изумруды, сейчас то есть это у вас эталоны какого-то конкретного цвета? Эталоны не конкретного цвета, а эталоны всех цветов, всех цветов, которые присутствуют в основной своей массе, перекрывая 99% всех камней на рынке. Вот, и эти эталоны, они подбирались в Бамгкоке, они подбирались нашими партнерами на протяжении полугода, полугода, вот, и они были сюда официально привезены и официально поступили к нам на вооружение и на основании уже этих цветов мы выдаем заключение, ну, во-первых, в нашем заключении присутствует еще вот такая пластиковая визиточка с QR-коном, когда ты на нее наведешь, то ты, собственно говоря, пропаливаешь на сертификат, прям отлично вообще, и не надо открывать, не надо смотреть, мы просто уже знаем о том, что это заключение, оно произвел и здесь мы уже конкретно, если речь про наши заключения, мы не будем писать какие-то там 2-2-3-3 или еще что-то, вот, если здесь цвет зеленый, то мы так и пишем, этот цвет зеленый, точно так же, если у нас это будет просто Blueish Green, то это будет Blueish Green, если это будет Vivid Green, это будет Vivid Green, то есть, как весь мир этим торгует, так мы первые в России перешли, собственно, на вот такое, ну, скажем так, открытое отношение непосредственно и с покупателем, и с продавцом, потому что всегда этот конфликт возникал, а что наши напишут, а что, почему это не соответствует с уважаемыми лабораториями, такими, например, Gubelin и JRS, ну, где, например, наш опыт с опытом Gubelin по цветным камням, ну, зачем мы будем надувать щеки, да, и что-то рассказывать о том, что вы там, да, тоже с ними там в один уровень, ну, нет, ну, конечно, нет, стараемся, да, берем как за основу, как вести бизнес, работаем ли максимально с большой количеством информации, цветов, приборов, да, конечно, в равном мы находимся, ну, нет. Ну, и у вас очень хорошо получается, потому что сертификаты GRS совпадают с вашими, и АИС, и все остальные, которые я к вам привожу, камни, уже сертифицированные в Бангкоке, они с вашими совпадают всегда, у нас расхождения вообще ни разу не было. Кость, да, я скажу больше, есть же личное знакомство с тем же Адольфом Перетти, руководителем GRS, есть его мобильные телефоны, если есть какие-то вопросы, этот мир, он работает так, что мы свои мнения сверяем, и та же самая лаборатория GRS, если речь про какие-то серьезные камни, и они не могут определить, например, что-то, тоже месторождение, хотя, например, это важно, что они делают? Они говорят, отдайте нам возможность, мы хотим отправить этот же камень, например, в GIT, Геморгический институт Таиланда. Да, 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 пожалуйста, они, они, не скрывая, говорят о том, что нам бы еще, не мешало бы мнение еще какой-то лаборатории, и это правильно, это здорово. Да, это очень круто. Так, ну и давайте, час прошел уже, давайте последний вопрос от наших зрителей, подписчиков. Пишите ли вы в сертификате, сколько этот камень стоит, по вашему мнению, или там его какую-то рыночную стоимость, вот что-то такое? Ну, ответ, ответ нет, конечно же, конечно же, ну, а объяснить почему? Мы занимаемся определением качественных характеристик. Стоимостная, стоимостная оценка, это настолько субъективное мероприятие, потому что как в том старом анекдоте, да, сколько стоит, а вы покупаете или продаете? Да, да, да. Сколько стоит где? Сколько стоит где? Сколько стоит это на месторождении, там, на приске одна цена? Сколько это стоит на бирже? Другая цена. Давайте мы с вами будем рассчитываться по ценам там на бирже, ну, между покупателями и продавцом. Ну, окей, хорошо, а вы аккредитованы на бирже, а вы там понесете какие-то траты, связанные с транзакциями, там, денежных средств или там с непосредственным рабочим местом человека, работающего на бирже? Ну, нет. Тогда каким образом вы хотите иметь цену, которая будет ровненько на бирже? Люди покупают на сотни тысяч долларов в разовые лоты, а то и на миллионы долларов в разовые лоты. Вы что, точно так же оптом будете это покупать? Ну, нет, я вот хочу один там, я не знаю, там, трехкаратник, там, сапфир, там, изумруд, там, рубин, шпинель, еще что-нибудь купить так, как это стоит в лоте из тысячи карат. Ну, хотите. Из которых там процентов 70 часто никуда не годные совершенно. Ну, хотите, хорошо. Какую цену тогда вы хотите, чтобы мы вам сказали. Поэтому мы унышленно, например, уходим от таких вопросов, а сколько это стоит? Ну, они даже немножечко смешны, то есть, да, сколько стоит где? Да, да. Так, ну, вы как думаете, есть какие-то еще вопросы, заблуждения, мифы, которые мы не обсудили? Может быть, вам часто задают какие-то вопросы подобные? Да, я сконцентрировался, собственно говоря, на том, что вы сейчас задаете? Так-то вопрос, мы не уложимся ни в один час, ни в два, ни в три. Представляете, на протяжении лет сколько этих вопросов возникает? Самый основной вопрос, это, конечно, компетенция. А насколько вы компетентны, насколько ваши характеристики лучше, чем другие? Опять же, тоже вопрос, что значит лучше? Мы свое мнение выстраиваем на коллективном мнении тех экспертов, которых мы вырослили, которые у нас работают, те, которые мы считаем, что они максимально компетентны на мнении того оборудования, которое мы применяем. И мы выдаем свое мнение, которое оформлено таким-таким видом. Если это мнение вам не нравится, а нравится мнение другой лаборатории, которая говорит о том, что ваш камень он там намного лучше, ну, пожалуйста. В России сейчас же начали открываться разного рода лаборатории, в которых работает один эксперт, да, там у них есть один микроскоп и там все, что вы не напишите, все, что вы не попросите, они там вам за деньги это все могут написать. Да, 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 постоянно попадают. А вот цену могут написать. Применяйте. Просто будет ли покупатель рассматривать как довод вот это заключение, которое может быть хорошо оформлено, там сейчас они и сайты себе красивые делают, и в инстаграме что-то рассказывают. Вот, ну, проработайте 10 лет без каких-то нареканий. Ну, тогда, наверное, ваше мнение будет, оно само собой будет что-то весить. А так вот его взять, каким-то образом его купить, это мнение, и только, только время показывает. согласен полностью. Так, ну, я думаю, что все, я не буду занимать ваше время, да, и у меня тут интернет стал подтормаживать, я все-таки в Африке. Вот, с нами был баранник Павел Евгеньевич, огромное вам спасибо, владелец и руководитель лаборатории МГЛ или МГЛ по-русски, да, постоянным клиентом, которого я являюсь уже длительный срок. Спасибо. Я потом почитаю вопросы, которые напишут, мы это выложим все на YouTube, у меня основная масса зрителей там, там напишут много вопросов, если будут какие-то интересные, можно будет как-нибудь еще раз собраться и их обсудить, если вы, конечно, не против и найдете время. Нет, не против, не против. Чем больше мы расскажем, чем больше мы расскажем рынку, об этом рынок от этого только выиграет. Согласен полностью. Большое вам спасибо, Павел. Все, счастливо. Счастливо. До свидания. Счастливо. 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 Счастливо.